Привет! Сегодня посмотрим комплект программ для диагностики автомобиля Mercedes, которые наши клиенты заказывают и используют для работы с прибором Start Diagnosis. Эта система строится на базе Windows 10 64-разрядная, так как она более быстрая, использует все ресурсы оперативной памяти, особенно если у вас их больше 4, это 8-16. Программа основная, ярлык Accentry, который называется Accentry Diagnosis, и из него запускается программа DAS, если вы диагностируете старые автомобили Mercedes, то есть вы просто заходите через Accentry, выбираете в меню свой автомобиль, и потом уже или через Accentry идет диагностика, или через DAS. Программа активирована, имеет текущую актуальную версию, в комплекте с ней идет приложение SD Connect, которое нужно для настройки подключения вашего прибора к компьютеру, как по Ethernet кабелю или по Wi-Fi. В данном случае мы выбрали старый автомобиль и открылась программа DAS. Для совсем старых автомобилей программа, которая называется HHT Win, которая работает на базе Windows XP, но в данном случае с определенными манипуляциями получилось ее запустить и на Windows 10. То есть как видите DAS, то есть мы зашли в Accentry, запустили DAS, а DAS уже автоматически вызывает программу HHT Win. Это достаточно примитивная и простая программа, но для многих вызывает сложность установить ее на 64-разрядную систему, тем более на Windows 10. Поэтому некоторые старые автомобили, которые приезжают, таким клиентам недоступны. Нашим клиентам это доступно, поэтому это как бы одно из отличий, потому что многие ставят без этой программы или на старых версиях Windows. Следующий набор программ – это всем известный EPC WIS-Astra. Это три программы или можно сказать две. Программа с базой запчастей и программа для ремонта автомобиля Mercedes. То есть она мультиязычная, можете выбирать язык, который вам нужен. Но у нас клиенты, как правило, это выбирают русский, английский или французский. И вторая программа, второй ярлычок – это WIS-Astra. Так же самая программа, которая помогает для ремонта автомобиля Mercedes, можете увидеть текущую версию. Программа StartFinder – это база электросхем для автомобилей Mercedes. То есть вы выбираете в списке ваш автомобиль, выбираете систему, которая вам нужна и смотрите всю электросхему. Следующая – это Vidiama, в данном случае версия 5.0.1.0.1. Она нужна для диагностики и программирования блоков, всех блоков Mercedes. Вы в ней выбираете файл блока, к которому хотите подключаться. Подключаетесь к блоку и с ним работаете. И следующая программа и программа DTS Monaco, которая нужна для программирования автомобилей Mercedes. Это версия 8.03.12. Так же как и программа Vidiama, они имеют только один язык – это английский. Других языков на текущий момент я не встречал. Бывали видео, на которых Vidiama частично русифицированная, но это какие-то исключения, как правило, она встречается только на английском языке. Программа Accentry, DAS – они мультиязычные, то есть вы можете поставить любой язык. Программа HHTWin на английском. Starfinder тоже на английском. Vis, EPC – они мультиязычные, поэтому там большое количество языков. И сейчас на видео вы можете увидеть список настроек к файлам, с которыми клиенты работают во время прошивки, а также лицензию данной программы. Это весь список программного обеспечения, которые вам понадобятся для профессиональной диагностики и программирования автомобилей Mercedes. Если вам нужна помощь в установке таких программ, либо у вас есть какие-то вопросы – обращайтесь. Что касается установки, мы можем ее установить на любой современный ноутбук. На такие ноутбуки, конечно, как Dell D630 мы их тоже ставим, но это крайне редко. Как правило, для этих программ уже нужно современное железо, то есть современные требования хотя бы уровня процессора Intel i3, минимум 4 гигабайта оперативной памяти, 500 гигабайтов жесткий диск. С такими требованиями можно уже устанавливать этот набор программ. С другими требованиями тоже можно, но это будет работать намного медленнее и не очень приятно во время работы, потому что все будет тормозить. Если у вас есть ноутбук и вы не хотите, например, его отправлять нам, ну или неудобно, мы можем вам установить весь софт на жесткий диск, прислать вам его, вам нужно будет его останется только подключить в ноутбук, подождать 10-15 минут, пока обновятся драйвера и у вас будет готовая рабочая система. Также мы можем установить удаленно это программное обеспечение через TeamViewer. На этом все. Если у вас есть вопросы, напишите в комментарии. Для заказа ссылка будет в описании под видео, поэтому пишите вопросы, оформляйте заказы. Пока!